Всем привет! Вот и подходит к концу очередная рабочая неделя. И как всегда по воскресеньям мы расскажем вам о последних новостях в сфере образования, ну и конечно студенческой жизни. Поехали! Ну а мы сейчас из Ростова-на-Дону перемещаемся в Барнаул. О новостях Алтайского государственного университета нам расскажет Ирина Корчагина. Здравствуйте, Сергей! Приветствую зрителей телеканала «Просвещение». Мы расскажем вам о самых интересных новостях нашего вуза. Повернул ни к черту в классический вуз. Гарик Сукачев встретился со студентами АГУ накануне первого съемочного дня в своего фильма «Алтайская песня». Подробнее в сюжете. Здравствуйте! Можно задать музыкальный вопрос? Да, не задавайте. Можете продолжить песню? Не готов. Сейчас надо какое-то время. Извините. Не каждый день выпадает возможность пошутить над известным музыкантом. Но студентам АГУ повезло. Накануне они встретились с Гариком Сукачевым. Великий рок-музыкант приехал на Алтай как режиссер нового фильма. Преподаватели Алтайского госуниверситета являются научными консультантами этого фильма. Вот все то, что будут показывать и рассказывать, во многом это плод той информации научной, которые создатели фильма подчеркнули. Но помогли режиссеру не только преподаватели. Экспедиция студентов факультета массовых коммуникаций поедет на съемки одного из эпизодов. Рабочее название картины – «Алтайская песня». Она будет носить документальный характер. В фильме Гарик Сукачев совершит путешествие по Чуйскому тракту на мотоцикле. Я действительно хотел много лет снять фильм о «Балтайне». Я через контракты в частности, не знаю почему. Может быть, все началось с Василия Макаровича и Шукшина. Началось все с Шукшина, а закончилась автограф-сессией. Музыкант во время встречи сказал, что его музыка для другого поколения. Но именно студенты стали теми, кто больше всех желал получить заветный автограф. Спасибо, Гарик! Не всем удалось получить автограф. Однако это не единственный сюрприз, который ждал фанатов. Встреча закончилась буквально пять минут назад. Но юные фанаты до сих пор не отпускают великого рок-музыканта. Прямо сейчас за моей спиной фотосессия, на которой студенты могут получить памятные фотографии. На следующий день съемочная группа во главе с режиссером отправится на съемки фильма. Теперь студентам госуниверситета остается ждать экспедиции. Чтобы еще раз задать свой музыкальный вопрос. Игорь Рославцев, Павел Рюхов, учебная телерадио-студия. В этом году жители Поднебесной увидели новый телепроект «Китай глазами иностранки», героиней которого стала студентка нашего вуза. Об этом и других приключениях Людмила Белозерских, Китая, расскажет Игорь Рославцев. Этот голос в Алтайском государстве нам знают немногие. А вот в Китае с экранов телевизоров его совсем недавно услышали миллионы. Он принадлежит студентке 4-го курса факультета массовых коммуникаций Людмиле Белозерских. Накануне девушка вернулась из Поднебесной. Там она прошла финал шоу «Голос». Принять участие в песенном конкурсе предложили китайские друзья. И это не первый опыт для студентки из России. Но сама Мила рассказывает, что волнение было огромным. Самое главное – это то, что китайцы не поняли, что я иностранка, что я, видимо, наверное, смогла спеть именно в той тональности, безошибочно. И для меня это главная победа. Изначально Мила отправилась в Китай, чтобы выучить язык. Позже познакомилась с профессором на факультете журналистики Интайского университета. Так обучение в Китае превратилось в работу и журналистскую практику одновременно. Вскоре авторская программа «Глазами иностранки» стала одной из самых популярных в стране. И неудивительно – девушка из России не просто рассказывала о своей родной культуре, но и сравнивала ее с восточной. Однако сама Мила поделилась, что все это благодаря родному университету. Конечно, мне безумно помогли навыки, которые мне дали в Алтайском государственном университете. Наши преподаватели факультета массовых коммуникаций, филологии и политологии подготовили меня к тому, что я увидела в настоящей жизни, тем более за территорией нашей страны. Сейчас перед студенткой Агу две дороги – либо заканчивать университет, либо отправляться в Китай на финал конкурса, что, несомненно, помешает получить диплом в этом году. Однако, как заверила сама Людмила, на первом месте для нее учеба. Но кто знает, быть может, телезрители Поднебесной вновь смогут увидеть, как русская девушка покоряет китайскую сцену. Игорь Рославцев, Павел Рюхов, учебная телерадио-студия. Это были самые интересные новости нашего вуза. На этом я с вами прощаюсь и передаю вам слово, Сергей. Спасибо, Ирина. Продолжение следует...